В наше время, когда буквально на каждом столбе висят камеры, представить, что на улицах орудуют маньяк и убийца, да еще и на протяжении десятилетий, просто невозможно. На этой неделе в СМИ прогремела новость о задержании маньяка и убийцы. Им оказался Владимир Ческидов. Его уже прозвали «Челябинский маньяк». Впрочем, вычислить его получилось совершенно случайно. Жертва «Челябинского маньяка» сбежала от него спустя 14 лет заточения. Когда он похитил ее, девушке было 19 лет. Когда Ческидов в очередной раз сильно напился, его мать вызвала скорую и его увезли в психиатрическую больницу. Однако дверь помещения, в котором находилась девушка, он закрыть забыл, либо не успел. Катя воспользовалась моментом и сбежала. Жертва «Челябинского маньяка» вырвалась на свободу и сразу побежала к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом заточения. Катя из неблагополучной семьи. Отец девушки умер еще до ее рождения. Мать скончалась, когда та была ребенком. Врожденную косолапость сделала из нее инвалида. Девушка хромала, и ей требовалась специальная обувь. Когда накануне Катя прибежала к сестре, то не могла ничего толком объяснить, только рыдала и кричала. Маньяк специально искал себе пленницу, чтобы поменьше искали. И смог заманить к себе домой 19-летнюю Катю. Девочку из проблемной семьи, без денег, с обычной внешностью и косолапостью. Сестра – единственный человек, кто пытался искать пленницу. Правда, далеко не сразу, а только спустя 9 лет после пропажи. Когда нужно было продавать общую квартиру. Женщина писала заявление в полицию и даже несколько раз ездила на опознание. Но найти Катю не удалось. Когда к маньяку нагрянули правоохранительные органы, они обнаружили в его доме останки другой жертвы. Это была еще одна пленница. Ее звали Оксана. И на момент гибели в 2010 году ей было всего 30 лет. По уточненным данным, две жертвы Ческидова не общались и не контактировали между собой. Содержал он их раздельно. Новенькую поселил в доме, а Оксана на тот момент жила в сарае. Там же в один страшный день он ее убил. Расправу над женщиной, сбежавшей из плена Екатерина, помнит в мельчайших деталях. Оксана сопротивлялась, была ссора. Он начал избивать девушку. Она же звала на помощь. Затем он ее убил. Спустя время расчленил, а затем засунул останки в кастрюлю. И позже закопал в погребе. Одним из шокирующих фактов в этой истории стало то, что Ческидов все это время проживал в этом доме с матерью, которая знала о девушке, но почему-то не помогла ей. Она все знала, она скрытая. Я вот и родители знаю, что она ездит к родителям, она ездит. Она уезжает, приезжает и снова здесь находится. Как можно, знаешь, тут сын этого ел? Впрочем, это не первый случай, когда матери маньяков скрывают их злодеяния, а иногда и ищут им новых жертв. Выжившая жертва маньяка, Катя, познакомилась с ним на железнодорожном городском вокзале. Мужчине тогда было 37. Вместе они поехали к нему домой, в поселок Смолино. Ческидов 14 лет не отпускал свою жертву. Угрожал ножом, закрывал на замок, на окна установил решетки и насиловал девушку более тысячи раз. По словам Кати, маньяк сильно пил. Любая провинность приводила его в ярость, и он сильно избивал пленницу. Также Ческидов регулярно спаивал ее. От алкоголя и избиений, огромное количество дней, проведенных в заточении, Катя просто не помнит. На видео тот самый маньяк, 51-летний Владимир Ческидов. Здесь его привезли в суд из психиатрической больницы. Как оказалось, он окончил всего 10 классов. В суде он заявил, что на данный момент официально женат. А ты виноват, не виноват сам-то, как думаешь? Наверное, да, не виноват. А в чем? Как насиловал? Володь, в чем виноват-то? Ты девушку насиловал? Нет. Что делать? Все по любви было? По любви. Также была задержана мать маньяка, 72-летней Валентине Ческидовой. Было предъявлено обвинение в похищении человека. Мать челябинского маньяка все это время покрывала сына, обманывая соседей. Она всем говорила, что пленница влюблена в него и беспрепятственно ездит к своим родителям. Но девушку от посторонних глаз старательно прятала. Мать челябинского маньяка соседей характеризует как странную. Она всегда путанно и дерганно излагала свои мысли, заговаривалась и могла очень долго повторять одно и то же. Мать челябинского маньяка обвинила его жертву, Катю, в королевской жизни за счет ее сына-убийцы. Пенсионерка яростно заявила, что Кате очень повезло прожить 14 лет в таких королевских условиях. Она у нас жила как королева. Пристроилась к моему сыну. Королева, потому что пристроилась к моему сыну. А что пристроилась? Валентина жила как королева. А как это? Она не работала? Не работала, да. По своей голове у нас все двери раскрыты. Проходите, выбегайте. Каждый день такая картинка. Двери от тебя ждут. Валентина уверяла, что ни в чем не виновата. Держалась спокойно. Говорит, Катя жила с ними добровольно. Даже убиралась в доме. Готовила еду и стирала вещи. После заседания суда, мать маньяка Валентину Ческидову, обвиняемую следствием в похищении человека, суд освободил из-под стражи. Ее 51-летний сын отправлен в СИЗО. По словам пенсионерки, она боялась рассказать кому-либо о похищенных девушках, так как переживала, что сына увезут в психическую больницу. 21 июля 1972 года. Город Челябинский, поселок Смолен. Судим. Подошел. Подошел. Начинаем. Валентина, Вас оправдали, а скажите, пожалуйста, Ваша задача рассказать правду всем. А почему как королева? Королева, потому что я пристроилась к моему сыну. А что вас пристроила? Жила как королева. Она не работала? Не работала, да? А вы бы сами согласились так жить, как королева? Я бы согласилась, потому что они ничего не делали. А мы можем сейчас... Она могла уйти, если у нас двери все открыты, пять комнат, и она могла... Валентина, ваша задача показать сейчас, как дома у вас все происходит. Зачастую матерями маньяков являются женщины-психопатки, садистичные, лживые, манипулятивные, бессердечные и напрочь лишенные чувства вины и раскаяния. В данном случае перед нами яркий пример классической двойки, когда мать маньяка, либо жена или подруга, выполняет теневую, пособническую функцию, получая при этом равноценное наслаждение, власть, а также чувство собственной значимости и величия. Челябинского маньяка всегда описывали как нелюдимого человека. Он дружил только с одной соседкой, которая однажды подарил икону. Он спокойный. Он мне икону подарил. Был в цирке подарил мне икону. Поэтому она воспринимала его как верующего человека и не могла подумать, что в их доме творится такой ужас. Субтитры создавал DimaTorzok